Офтальмологи областной клинической больницы вернули полностью утерянное зрение молодой пациентки. Жительнице Торжка была проведена уникальная операция по пересадке роговицы. Такое лечение в регионе внедрили относительно недавно. Специалисты прошли обучение в крупных федеральных центрах, и теперь жители Верхневолжия могут получить медицинскую услугу здесь, в области, по полису ОМС. Подробности у нашего корреспондента. Больше 10 лет назад жительница Торжка Наталья Шошина диагностировали кератоконус на обоих глазах. С годами заболевание прогрессировало, и в итоге своего зрения у пациентки осталось всего 2%. Поэтому в прошлом году Наталья решилась на пересадку роговицы. Записалась на прием к Надежде Сергеевне, и она мне сказала, что есть такая возможность сделать эту операцию. Конечно же, я согласилась, потому что у меня уже не было времени ждать 2-3 года и ехать в Москву. И так я попала на первую операцию в прошлом году. Операция прошла хорошо. Этот год жизни у меня был достаточно хороший. Ты просыпаешься, и ты понимаешь, что у тебя глаз постоянно видит всё лучше и лучше. Спустя ровно год Наталье прооперировали второй глаз. Пересадка роговицы или сквозная кератопластика – довольно сложная операция, требующая ювелирной точности и качественного донорского материала. Длится всего час, но за это время врачи должны сделать ряд непростых манипуляций. Операция идёт всегда под наркозом, потому что это сквозная кератопластика. То есть мы практически вскрываем глаз. То есть мы убираем роговицу, и у нас получается так называемое открытое небо. И в этой ситуации нужно очень тщательно подбирать и пациентов соматически, чтобы они были подготовлены. И здесь, конечно, немаловажна работа анестезиологов. Сразу после выписки Наталья будет проходить реабилитацию. Самое сложное направление в офтальмологии – именно кератопластика. И оно активно развивается в областной больнице. Врачи прошли обучение, было закуплено необходимое оборудование. Поэтому с прошлого года жители региона могут получать такую помощь здесь, в Тверской области. В прошлом году были выполнены первые три операции. Это была проведена сквозная кератопластика на особенно нуждающимся пациентам, которым необходимо было получить зрение именно в прошлом году. Также у нас план – это пять операций. Планируется привести пять сквозных кератопластик. К счастью, говорят врачи пациентов с такими тяжелыми заболеваниями глаз, которым необходима пересадка роговицы, не так уж много. Куда чаще встречаются катаракты и другие диагнозы. Все виды операций практически делаются у нас здесь совершенно бесплатно для пациентов. По полюсу ОМС. Но если вот так посмотреть цифры, то, конечно, они впечатляют. Так, например, за 22-й год у нас только одних катаракт прооперировано бесплатно 2,5 тысячи. 2,6 тысячи где-то. А уже в этом году, за 9 месяцев, мы уже тоже приближаемся к этой же цифре. 2,100. В целом же за прошлый год во второмологическом отделении Тверской областной больницы помощь получили около 3,6 тысяч человек. А за 9 месяцев только этого года уже около 4 тысяч. Объем оказанной помощи увеличивается с каждым годом. Это неоднократно отмечал и глава региона Игорь Руденя. Для Тверской области, как самого крупного по площади региона в Центральном федеральном округе, развитие медицинских учреждений в муниципалитетах является ключевой задачей. В Тверской области ведется большая работа по модернизации здравоохранения. Это развитие первичного звена обеспечения медпомощи в удаленных территориях за счет установки модульных ФАПов и амбулаторий, привлечения специалистов, профилактика заболеваний, а также более динамичная работа по ремонту больниц и поликлиник. Продолжение следует...